По периметру карантинной зоны столицы продолжают работу 7 блокпостов. Это сделано для того, чтобы никто не смог покинуть город и попасть в него, пока не исчезнет угроза распространения коронавирусной инфекции. Сегодня утром Марк Брюшко отправился на контрольно-пропускной пункт, что расположен дальше всех, близ поселка Талабкер. Итак, Марк, расскажи, в каких условиях несут свою нелегкую службу правоохранители и врачи? Арестан, ну с чего хочется начать? По-моему, это блокпост номер один. Мы очень долго хотели сюда приехать. Наконец-то мы здесь. Наверное, этот блокпост находится в самом удачном месте. Здесь достаточно узкая дорога, две полосы, древесная гряда по одной и по другой стороне. Попрошу вот показать. И здесь очень много заграждений, то есть никто мимо не проедет. Попрошу опять-таки посмотреть туда вдаль. Там есть оперативный штаб и палатка, как обычно, куда врачи, в случае, если они заподозрят у человека, который будет проезжать, ну допустим, везти продукт или просто пытаться пересечь границу, заподозрят заболевание, куда они могут его отвезти и там дальше проводить диагностику. Также есть вторая палатка, но сейчас вы ее не увидите. Солнце еще утром очень сильное, то есть не такая яркая картинка будет, если мы вам покажем. За то время, что мы здесь работаем, это примерно в районе часа, мы заметили только несколько машин, то есть обстановка абсолютно спокойная. И то это были грузовые автомобили. При нас полицейские и вообще правоохранители проверили эти автомобили, проверили их грузы, документы. Все документы были в порядке, в грузах тоже ничего постороннего найдено не было. Продукты питания везли. По словам водителей, они сами, конечно, проходят и медицинское обследование, и другие виды проверок, для того, чтобы заниматься деятельностью своей. Вот вы можете видеть, там также военная техника находится. То есть очень мало места для тех, кто захочет, допустим, если нарушить карантинный режим, сразу это будут пресекать. Вот полицейские, военные все на своих постах находятся, медики там немного дальше работают. Также попрошу обратить внимание, мы очень переживали, потому что все мы помним эти знаменитые фотографии зимой, о том, что прям по знаку, обозначающий поселок Талабкер, снега выпало этой зимой здесь. Мы очень боялись, что сейчас все растаяло, и этот блокпост немного потопит. Как вы можете видеть, здесь огромные сугробы до сих пор сохранились. То есть из-за того, что холодная погода, холодный фронт воздуха снова опустился на наш регион, так сказать, на столицу, этого в ближайшее время, я так полагаю, ну, не стоит опасаться, что снег растает. И, в принципе, ну, я думаю, если потепление будет постепенным, то никакой угрозы подтопления блокпоста и дороги этой не будет. Но согласитесь, сугроб просто великолепный, масштабный. Вот, вы можете посмотреть, в завершение хочу просто еще раз обратить внимание, вот проезжает автомобиль, значит, его проверили, значит, везет необходимые для обеспечения жизнедеятельности столицы товары или продукты питания. Арстан, к этой минуте у меня все, эфир передаю тебе. Спасибо, Марк, будем ждать еще новостей с одного из блокпостов столицы. Нас информирует Марк Брюшко. Продолжение следует...